Спокойное утро одного из жилых дворов оживил приезд пожарной машины, но прибыли пожарные не на происшествие. Дело куда важнее. Они приехали осуществить мечту. Приехали вас покатили на пожарной машине? Да. Поехали. Егор Смирнов давно присматривался к профессии пожарного. Под Новый год мама Егора написала письмо с желанием сына побывать в пожарной части и отправила на елку желаний. Когда же еще случится чудо, как не на Новый год? Так Егор в свой день рождения вместе с мамой и сестренкой осуществил свою мечту и ощутил на себе, что такое быть спасателем. Просто он хочет спасать людей, помогать. И поэтому решила написать на елку желание. Не верила. И так произошло, что сбылось чудо. И все к тому же, прям вот в канун день рождения Его. Это прям двойное чудо. Путешествие в мечту началось для мальчика с обзорной экскурсии по пожарной части. Тут ему показали, где и какое оборудование хранится, где и как проводят время сотрудники. Далее Егора и сестренку облачили в боевую экипировку. И приступили к самому интересному обзору спецтехники. Пожарные машины, безусловно, впечатлили мальчика. Но их он видел не раз. А вот о существовании снегоходов и квадроциклов на вооружении спасателей он и помыслить не мог. Они впечатлили сильнее всего. На площадке перед частью Егора и сестренку прокатили на всем, на чем они желали. После провели мастер-класс. Егору дали подержать в руках пожарный рукав под напором воды. Показали, как работают специальные ножницы для резки металла. Развернули на пожарной машине автолестницу. И главный Егора посвятили в пожарные, окатив водой из настоящих пожарных рукавов. Бесстрашно и мужественно он прошел несколько раз между ледяных фонтанов. Каким должен быть спасатель? Смелым, храбрым. Ты такой? Да. Как тебя посвятили в пожарные? Поливали из шланга. Водой? Да. И как тебе? Нормально. Ты вернешься сюда уже в качестве пожарного? Да. Мне будет самый смех, пойдет спасать людей. В финале Егору и сестренке подарили памятные подарки. Поздравили мальчика с днем рождения и пригласили на чаепитие. Посвятили нашего молодого человека в ряды пожарных с помощью нашей любимой воды и нашей цистерны. Поэтому, я думаю, он очень счастлив. Да. Отлично, да, мужественно, ничего не боится наш человек. Мы уже его предупредили. Если хочешь пойти в пожарную охрану, только к нам в СПСЧ. Сегодня МЧС делает очень много таких акций, и много детей приходит в МЧС на экскурсии. И очень важно, хотя бы из ста человек, пять человек останется служить людям. Это будет очень здорово. В прошлом году на благотворительной акции «Елка желания» в Нижегородской области исполнили мечты 20 тысяч детей. Разумеется, не осталось в стороне от доброго дела «Единая Россия». В этом году активисты партии исполнят порядка ста новогодних желаний юных нижегородцев. Служба информации Юрий Чухин, Заур Оруджев, Вячеслав Орлов. Продолжение следует...